друзья приветствую вас на своем канале сегодня у меня такой общий обзор деток покажу сорта и заодно расскажу как и их выращиваю лето жара я их опустила на нижнюю полку стеллажа хоть и не сильно жарко у меня но если взрослые фиалки более-менее нормально себя чувствует то детки для подстраховки решила поставить на самый низ на самую нижнюю полочку так как корневая еще не сильно развита не окрепшая чтобы легче им было пережить этот жаркий знойный период чтобы они не стрессовали скажем так пока будут стоять на нижней полке освещение у меня светодиодные ленты они не нагреваются поэтому деткам вполне комфортно но если у вас лампы нагреваются и от них исходит тепло то желательно либо сократить часы подсветки уменьшить либо делать это в ночное время так будет намного лучше так как температура ночью все же немножко снижается и деткам будет более-менее комфортно не только деткам и взрослым фиалкам поэтому обратите на это внимание что касается влажности если воздух слишком сухой то желательно нужно постараться увлажнить его либо можно поставить поддоны с водой либо у меня например есть увлажнитель воздуха такой небольшой виде бублика я его ставлю среди деток и отлично воздух увлажняется ссылочку оставлю под этим видео как я это делаю здесь есть и подрощены у меня детки такие вот розеточки которые были ранее рассажены и есть совсем маленькие которых я отсадила примерно неделю назад может чуть больше такие вот малыши хорошо полила и поставила под освещение в тепличке я их решила не ставить будут развиваться здесь когда они окрепнут адаптируются как раз спустя месяц полтора месяца ближе к осени я их пролью янтарной кислотой хорошее копеечное средство ссылочку оставлю под этим видео в описании полезная ценная информация где я рассказываю как я развожу это средство как я проливаю им деток и сразу показываю наглядный результат очень быстро развивается корневая конечно же нарастает листовая масса и в целом для иммунитета фиалок хорошее средство если вы выращиваете фиалки на подоконнике обязательно деток притеняйте от прямых солнечных лучей освещение должно быть ярко но от солнца обязательно должна быть защита иначе могут остаться некрасивые пятна ожоги на листве листва начнет просто увядать детки просто сварятся на солнце поэтому обязательно притеняйте также если на подоконнике выращиваете детки могут развиваться однобокими они могут клониться в сторону окна в сторону света поэтому время от времени просто вот так поворачиваете крутите розетки чтобы они были ровные и симметричные чтобы они сразу развивались красивыми и не были однобокими что касается полива сейчас у меня традиционный верхний полив но умеренный полив со всех сторон поливаю аккуратно по краю стаканчиком лучше не долить чем перелить золотое правило не заливая точку роста ни в коем случае не попадая в центр розетки поэтому очень удобно поливать прям по краю стаканчиком поливаем чистой отстоянной водой комнатной температуры ни в коем случае не холодной ключевое слово здесь чистой водой никаких удобрений никаких подкормок если вы детки только недавно пересадили что касается удобрений то на первое время в свежем торфе хватает этого удобрения хватает питания как раз на месяца полтора потом спустя это время можно взять янтарную кислоту как я уже сказала либо взять комплексное удобрение содержанием азота как раз азот нужен для наращивания листовой массы если детки у вас очень долго сидят на одном месте если плохо развивается листва то пролейте их удобрением содержанием азота но не ранее чем через месяц через полтора месяца что касается пересадок не спешите сажать деток в большую емкость у меня они растут 100 граммовых стаканчиках и первый раз зацветают в них вот такие стаканчики они должны детки полностью оплести земляной ком только потом мы увеличиваем объем горшка вот такие основные моменты которые помогают избежать потерь и благополучно вырастить деток это у меня кстати сорт макс корчинг сан очень красивый сорт у него такие милейшие малиновые цветочки но даже без цветов розетка очень красивая взрослую фиалку я переукоренила и это у меня на подходе вот несколько розеточек решила оставить их так как сорт очень красивый бесподобный можно любоваться самой листвой просто загляденье на этом друзья буду заканчивать это видео если остались вопросы встречаемся в комментариях пусть фиалочки радуют вас своим цветением если на то позволяет температура если у вас не жарко если конечно сильная жара стоит то желательно цветочки оборвать чтобы не нагружать фиалочки они так без того страдают в жару поэтому если слишком у вас жарко если нет кондиционера то желательно конечно цветы оборвать на этом все до новых встреч